Это Уве Боу, и он считается одним из самых худших режиссеров в истории кино. И траектория его карьеры довольно уникальна. Есть удачные примеры в духе Тарантино, когда ты снимаешь небольшой фильм, тебя замечают, люди хотят с тобой работать, с ними ты снимаешь фильм чуть побольше, он тоже становится успешным, и вот так постепенно ты растешь. Есть и менее удачные примеры. Шазел снял Одержимость и Ла-Ла Ленд. Это супер успешные фильмы, но недавно он снял Вавилон, что посмотрело три человека, а именно его родители и тот парень, что сделал Камрип. Фильм провалился, и по словам самого Шазела, будущее его карьеры под вопросом, а к большим бюджетам, по крайней мере, пока его не пускают. Или взять вот Ари Астера, он снимает успешную реинкарнацию, успешное солнцестояние, а затем он снимает все страхи Бо. И фильм так смачно провалился в прокате, что А24 решили полностью переосмыслить свою концепцию. Поэтому чуть ли не единственные успешные режиссеры современности, это те, кто сначала снимают успешный артхаус, а потом поглощаются корпорациями для съемок 800-й части какой-нибудь франшизы. И все эти карьерные пути объединяет одна понятная логика. Если твое кино успешно, то твоя карьера процветает. Если оно не успешно, то твоя карьера страдает. У Ова Бола все было по-другому. Его карьера не зависела от успеха его фильмов. Они поголовно проваливались в прокате. Но тогда почему ему продолжали давать бюджеты? А все дело в дыре в немецком налоговом законодательстве. В начале нулевых Германия пыталась стимулировать развитие киноиндустрии налоговыми вычетами. Ты вкладываешь деньги в кино, и налоги можно не платить. И тут образовалась хитрая схема. Допустим, ты, немецкий богач, только что заработал 100 миллионов евро. Новость, конечно, радостная, но по закону ты должен отдать 45 миллионов государству. Но ты же не какой-то там простой работяга. Ты уважаемый кабанчик-бизнесмен. Какие еще налоги? Поэтому ты пользуешься налоговым законом. Ты покупаешь права на какой-нибудь голливудский фильм за 90 миллионов. И все. Это твои расходы. У тебя на руках же осталось десяточка. Вот и налоги ты платишь с десяти, а не сотни. Но хитрость в том, что потом ты обратно продаешь эти права за 80 миллионов. И эти 80 миллионов не облагаются налогом. И в итоге ты теряешь не 45 миллионов, а примерно 14 с половиной. И Увебол умело пользовался этой схемой. Он скупал права на экранизации видеоигр, потому что в те годы они стоили копейки. Он снимал много, и он снимал быстро. А это не могло не сказаться на качестве картин. Зачастую он снимал сцену всего за один дубль и переходил к следующей. А полноценного сценария у его фильмов порой вообще не было. А еще есть безумная теория, согласно которой снимать плохое кино было выгодно. Потому что если у фильма была прибыль, то нужно было платить налоги. Таким образом, он вошел в историю как постановщик комично бездарных фильмов. Но мне кажется, он не так-то прост. Во-первых, он шарил во всех этих налоговых законах и убеждал инвесторов давать деньги именно ему. То есть, наверное, можно сказать, что как минимум он талантливый продюсер. Во-вторых, он защитил диссертацию по литературе. Он доктор наук. В-третьих, его постол. Это не просто реально классный фильм. Это еще и без шуток. Одна из лучших адаптаций видеоигр в истории. Стиль Бола идеально дополняет дух игры. А сцена, где главный герой идет за чеком по безработице, просто гениальна. И, кстати, сам фильм напоминает мне мультик про Человека-паука. В том плане, что все говорили про него. Оу, если ты поставишь паузу в рандомный момент, то ты увидишь 69 тысяч 420 отсылок. И тут примерно то же самое. Только вот с такими вещами. И в-четвертых, если вы послушаете интервью или подкасты с его участием, то становится понятно, что он отлично разбирается в кино. Или вот на одном из Q&A он критикует Голливуд. И он прав. Голливуд действительно часто так поступает. Взять вот «Тренировочный день». Это практически идеальный фильм. Но только вот сначала Дензел Вашингтон говорит о серой морали. Это была необходимая самооборона при исполнении всего лишь... Всего лишь убийства. И всего лишь ограбления. В этом деле слегка испачкаться необходимо, чтобы тебе верили. А в конце, чтобы понравиться как можно более широкой демографии, фильм все равно делит героев на хороших парней и плохих парней. Того, кто вышибет ему мозги, сделаю богачом. Кому нужны деньги? Они не такие, как ты. Я тоже не такой. И последние получают по заслугам. А это подрывает выстроенный собой же нигилизм. И во все том же Q&A я услышал, как он защищает свой фильм «Ярость». Поэтому мне стало интересно, и я эту «Ярость» посмотрел. И он снова оказался прав. А вторая часть «Ярости» вообще заслуживает отдельного анализа, потому что она заставляет по-другому посмотреть на личность Бола. В фильме можно найти не только подающуюся в лоб критику системы, но еще и отголоски философии Бодриара. Поэтому давайте взглянем на этот фильм поподробнее. И если Уве Болл – это один из самых худших режиссеров в истории, то Стэнли Кубрик – это один из самых лучших режиссеров. Время проверить интуицию. Что отличает Кубрика от Уве Бола? Болл все снимает с первого дубля. А Кубрик на съемках «Сияния» мог снимать под 100 дублей на сцену, чем довел до ручки исполнительницу главной роли. В его фильме «Доктор Стрэнджелов» Питер Селлерс сыграл сразу три разных роли, причем симпровизировав большую часть реплик. И это ему удалось на славу. Но что у него не получалось? У Селлерса были проблемы с ментальным здоровьем, и он часто говорил, что он умеет перевоплощаться в других, но не знает, кем является он сам. Почему для фильма «Барри Линдон» использовали объективы от НАСА, предназначенные для съемки обратной стороны Луны? Потому что это первый в истории фильм, который осветили не электрическим светом, а восковыми свечами. И в то время такое можно было снять только с помощью космических технологий. Эти и другие интересные факты о Кубрике и его фильмах вы можете узнать на курсе «Кино глазами режиссеров» от синхронизации. На нем член Академии кинематографистов России проведет вас по секретам творчества в 18 разных метров кино. Разберет с вами более сотни культовых фильмов. И в течение 25 часов увлекательных лекций вы узнаете, почему одни ленты остаются в истории, а другие забываются через неделю. Ну и самое главное, вы надолго закроете вопрос «А что сегодня посмотреть?» Этот и многие другие курсы по 16 разным направлениям входят в подписку синхронизации. Например, на курсе по литературе я узнал, что Пушкин не только первым в России стал зарабатывать на литературе, но еще и выпускал «Онегина» как сериал, специально обрывая его на самом интересном месте. А потом внимательно читал отзывы и порой, откликаясь на них, вносил изменения в текст. А курс по психологии помог справиться с тревогой. Если упрощать, то вся фишка в фокусе твоего внимания. Думай о прошлом, чтобы применять опыт и знания, о будущем, чтобы планировать, а для всего остального нужно стараться быть в настоящем. Если фокусироваться на чем-то одном, то дела будут плохи. Подписка синхронизации — это не только полезный и увлекательный досуг на целый год вперед, это не только общение и обсуждение материала с лекторами и единомышленниками, это еще и выгодно. Ведь если вы оформите ее по вот этому промокоду, то вы получите скидку в целых 65%, и вместо 42 тысяч рублей она обойдется в 14700. Причем оплатить ее можно как российской, так и зарубежной картой. Плюс оплату можно провести долями. Это всего 3675 рублей раз в две недели. Чтобы превратить образование в хобби, переходи по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Итак, что мы имеем? Первая часть ярости была про то, как главный герой впадает в ярость. Все потому, что у него отстойная машина. Только ты мог притащиться на таком дерьме в такую дыру. Родители требуют от них съехать. Мы думаем, тебе пора найти себе жилье. Начальник на него давит, а точнее просит выполнять свои прямые обязанности. Идем. Твой перерыв закончился 15 минут назад. Я только 15 минут назад на него ушел. На часах написано «Работа». Ну и самое страшное. Ему сделали неправильный кофе. Это не макеата и пенки нет. Я не верну тебе деньги. Поэтому он начинает всех убивать. С одной стороны, у него нет настоящих проблем. Но с другой стороны, все это насилие и все эти убийства, это скорее аллегория. Спасибо за счет заведения. И одного дня спасибо, что зашли в Бинго Холл. Здесь все выигрывают. Фильм пропитан фрустрацией от позднего капитализма, которую множество зрителей в той или иной степени испытывают в своих жизнях. Ваши чертовы деньги ничего не значат. Только не можете, что тратите их на тупое дерьмо. А также тут показана радикализация человека через медиа. Это тоже понятная всем тема. Мы это каждый день видим в жизни. Потому что мы общество, построенное на желаниях. Не на потребностях. Нам нужны перемены, чтобы защитить, чтобы сохранить наш средний класс. Если бы можно было убить людей из третьего мира, тех, кто болеет раком или просто поглощает наши ресурсы, мы могли бы выжить. И по меркам Уве Бола, у фильма отличные отзывы. И сиквел «Ярость 2» делает большой шаг вперед. Это история про то, как все тот же герой врывается в телевизионную станцию, убивает кучу народа, а выживших берет в заложники. Его требования просты. Сначала в эфир нужно пустить его речь. Ты поднимаешься наверх и передаешь это в эфир по всей стране. Кстати, Уве Болл играет продюсера, что смотрит эту речь, который, опять же, написал сам Уве Болл и говорит, да, этот парень прав. Потому что Вашингтон проплачивает сохранение и содержание тюремной индустрии. Там не сидят богатые поп-звезды, актеры кино и белые биржевики. Этот парень абсолютно прав. Надо было нанять его ведущим телешоу. Второе условие – взять у него интервью в прямом эфире. И ты должен вернуться с оператором и всем прочим. Я дам тебе эксклюзивное интервью в прямом эфире. Что произошло дальше, вы узнаете, посмотрев фильм. Нас же интересует идейная составляющая картины. И она крайне интересна. И крайне радикальна. Я не согласен с идеями, о которых сейчас пойдет речь. Мы их рассматриваем исключительно в рамках дискуссии о кино и философии, как такое интеллектуальное развлечение. Смотрите, на современную мысль во многом оказывает влияние эхо-разногласий вот этих двух парней – Гегель и Маркс. У Гегеля было такое понятие – диалектика. Если сильно упрощать, то это такое соревнование идей. Одна идея сталкивается с другой и порождает новую парадигму. То есть идеи влияют на материальные условия людей. Потом приходит Маркс и говорит, что диалектика – это, конечно, прикольно, но Гегель чуть-чуть попутал. Это не идеи влияют на материальные условия, а наоборот – материальные условия влияют на идеи. Человечество до сих пор спорит по этому поводу. И Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Конец истории и последний человек» занимает сторону Гегеля. То бишь идеи двигают историческим прогрессом. И идеи либеральной демократии и капитализма победили в историческом соревновании. Это вышка. Дальше развиваться некуда. Поскольку Советский Союз распался, это значит, что весь мир стал объединен одной системой. А это значит, что отношения между странами подчиняются одной логике. У нас один глобальный рынок. Мы все звенья в одной цепи. А уже это значит, что больше нет конфликтов, которые нельзя разрешить экономически. Больше не будет никаких войн и идеологических противостояний. Все. История закончена. И это все, конечно, прикольно, но история показала, что Фукуяма оказался неправ. Сейчас мир находится на грани Третьей мировой. А после кризиса 2008-го мы взяли курс на деглобализацию. И точкой отсчета, после которой идеи Фукуямы дают трещину, считается 11 сентября. И тут на сцену выходит Бадериар. Он видит, как Боинги влетают в башни Всемирного торгового центра и пишет эссе под названием «Дух терроризма». И события второй ярости тесно переплетаются с тем, что написано в этом эссе. В нем Бадериар говорит, что да, действительно, Запад со своим капитализмом и либеральной демократией победили. Но в систему вшит механизм собственного уничтожения. Смотрите, если все вопросы на планете решаются путем движения капитала, путем обмена, то это значит, что единственный способ бороться с такой системой – это делать то, что обменять нельзя. И именно это происходит 11 сентября. Мировой финансовый центр и работники, что по сути являются воинами культа капитала, находились в этих двух зданиях. Эта трагедия унесла тысячи жизней, но основной урон тут не физически, а символически. Жертвоприношение. Вот что нельзя обменять. Более того, предприняв действия, а ты обязан их предпринять, ты символически им проигрываешь. Созданная тобой же проблема подрывает твою глобальную доминацию. Ведь опять же, вся идея господства либеральной демократии заключалась в том, что это вышка. У нее нет соперников и врагов. В борьбе с ними ты строишь полицейское государство. Теперь глобализация достигается путем тотального контроля, принуждения и насилия. В каком-то смысле ты сам становишься террористом, а либеральная идея умирает. Но это еще не все. Само разрушение этих зданий не так важно, как то, что это снято на камеру и транслируется на весь мир. Теракт происходит не сколько в самом действии, сколько в репортаже о нем. Это изображение распространяется по всей планете. И это ровно то, чего и хотели достичь длоумышленники. И это сделали не террористы, это сделали западные медиа. Потому что да, с одной стороны, важно доложить о произошедшем гражданам. Это долг журналистам. Но с другой стороны, это еще и очень выгодно. Ведь чистые соображения и рейтингов, и прибыли, они не могут это не показывать. Поэтому они прерывают вещания и 24 на 7 показывают контент, связанный с этой темой. Они только и делают, что показывают эти изображения. Таким образом, злоумышленники используют структуру глобального капитализма против самого себя. И ровно это мы и видим в фильме. Главный герой сразу говорит, что он недоволен системой. Богачи финансируют правительство США, чтобы то сохраняло мозги граждан на уровне детишек. АНБ записывает все ваши телефонные звонки, смс и имейл по всей земле. Они создали самую сложную систему безопасности за все существование человеческой истории. Они скромсали наши основные конституционные права и гражданские свободы. Это диктатура промывки мозгов под маской демократии. И бороться с ней он решает с помощью символического насилия, которое транслируют СМИ. Я собираюсь снова убить кучу народа и затем покончить с собой, чтобы попасть в ваши телевизоры. Причем, опять же, он берет в заложники работников телестанции. СМИ тут как бы жертва, но в то же самое время оно заинтересовано в насилии над самим собой. В каком-то смысле они соучастники. Ладно, но сначала я возьму интервью. Вы издеваетесь? Речь идет о заложниках, а не о вашем сраном интервью. Мы здесь должны спасти людей, и ты часть всего этого чип. Корреспонденты, ведущие новостей, вы все кормитесь из конкретных карманов, я прав? И какова повестка дня на сегодня? Что сейчас на твоем новостном канале? У масс-медиа есть определенная логика и приоритеты. И они неизменны. Меняется лишь контент. Какой-то чудик застрелил кучу наших людей и теперь требует от нас трибуну для призыва к насилию? Да конечно, давай это покажем на нашем же канале. Давай возьмем у него интервью. Это достойно новостей. За последние два часа нас смотрят почти три миллиона человек. Это лучшее, что было у нас. Вы знаете, что я подписал контракт. На него распространяются мои авторские права. Прямо как пишет Бодриар, главный герой и одновременно главный злодей, использует инфраструктуру и логику системы, чтобы по ней самой и ударить. Кстати, в этом смысле вторая ярость напоминает фильм «Тернистый путь». Это легендарный и, пожалуй, самый культовый фильм Ямайки. Во многом, именно благодаря нему музыкальный жанр регги стал таким популярным в мире. Это картина про религию, чудовищный разрыв в уровне жизни, неравенство и нищету. Но что самое главное, она также показывает попытку использовать медиа, которые тут, кстати, напрямую участвуют в угнетении, как инструмент борьбы с доминантной системой контроля. Главный герой фильма – музыкант. Он записывает песню, в которой поет про угнетение, причем через религию, классовую иерархию и сопротивление этой иерархии через насилие. И в эфир эту песню особо не ставят. Но потом он прибегает, так сказать, к радикальным действиям. Он убивает кучу полицейских и становится героем у местного населения. И вот теперь, когда крутить его опасную для системы песню становится выгодно, радио начинает активно ее крутить, чем, по сути, распространяет его месседж. Тут, конечно, в дело вмешивается полиция, и она более успешна, чем в фильме Бола, но основная логика тут схожа. Но вернемся ко второй ярости. Фильм заинтересован еще и в перформативной природе нашей системы. Что это значит? Например, протагонист издевается над девушкой, что занимается йогой. Ты вроде одета для йоги. Надо было это место превратить в зал для йоги. Люди зарабатывают этим кучу денег. И если подумать, весь ее образ – это консумеристский перформанс. Она принимает на себя идентичность, которую ей продали. Ведь йога – это изначально духовная практика. Вы что-то видели? Духов или ее душу, как она отлетает на небеса. Но при капитализме она превращается в фитнес, в товары, в образ, в тренд, который успешно монетизируют и продают под видом идентичности для целой субкультуры. Я думаю, поэтому он общается с ней, словно она – это ходячий набор стереотипов. Ты одна из тех, из этих богатеньких домохозяек, за которую всю работу делает няня. Твой богатый муж наверняка юрист, который обманывает и разводит своих клиентов. И наверняка покупаешь в магазине только настоящую, органическую пищу, вроде суперяблок по пять баксов за штуку. Также стоит обратить внимание на то, что он призывает к насилию. Возьмите оружие, прикончите Вашингтон, начните охоту на миллионеров, банкиров, гендиректоров, вешайте их на первом же дереве. Но в чем смысл? Он же не предлагает никакой альтернативы. Разве создание партии не было бы лучшим решением? Повести людей за собой, победить на выборах, изменить мир. Хватит нести чушь, чип. А смысл как раз в том, что тут нет смысла. Если система сможет перенести события в удобоваримую логику, то она как бы победит террор, она спишет эти события. Допустим, скажет, что у него проблемы с ментальным здоровьем, это религиозный фанатик, это наркоман и так далее. Если сражаться с системой на ее территории, ты проиграешь. Опять же, тут речь идет не о физической, а о символической битве. Она не поддается принципам эквивалентного обмена. Это не про альтернативу статусу Кво, а скорее про тотальное отрицание доминантной логики. Это вызов самому мироустройству и его мысленному господству. Я считаю очень важно подчеркнуть, фильм ни в коем случае не оправдывает терроризм. Прямо как Бадриар, он показывает, что в глобальные системы контроля вшит механизм самоуничтожения. Ровно то, что позволяет таким системам работать и, что самое главное, воспроизводить себя, ставят им палки в колеса. Они рушатся под своим собственным весом, словно сам мир противится глобализации. И я считаю, что не особо важно, вкладывал он туда это или нет. Потому что по факту картина дает почву для такого уровня дискуссии, что порой не сыщешь в общепризнанных хороших фильмах от хороших режиссеров. Поэтому да, вывод сегодня такой. Пусть иронично, но увы, Болл гений. Огромное спасибо Ане Хановой, а также Антону Войтикову, VCD, War Follows Me и другим бигбоем с Бусти и Патреона. Благодарю вас за поддержку канала и выход таких роликов. Мы с вами увидимся в нашем закрытом канале в Телеграме. Ну а с вами был Ануар, да благословит вас, Жубан.